Всем доброе утро! Готовим завтрак, макароны. Кстати, обычно на завтрак я макароны не готовлю, но вчера поняла, что не купила кашу. Так что готовим то, что есть. Макароны взяла в барилла, потому что, честно говоря, я поняла, что если наши российские макароны самые обычные, дешевые, готовить без масла, без соли, это просто что-то ужасное. Есть их невозможно. Вот серьезно, тут без всякого, без всяких понтов, но не думала, что это так, потому что в Италии я макароны варю ребенку... Да, типа так, посмотрите на меня немножко, только что вставшим. Так вот, в Италии я ребенку варила макароны просто так, без соли, без масла, он их лопал с удовольствием, и я, кстати, тоже. Здесь же это что-то вообще-вообще... Я даже не могу найти слов, просто что это за блюдо, если варить без соли, без масла. С солью, с маслом любой продукт будет вкусен. Мама! Да, сын, ты согласен? А если вот натюрель, это большой вопрос. Так что сейчас посадка макарошками и пойдем по-другому. Друзья, огромный привет! Сейчас, пока мне выдалась свободная минутка, я хочу ответить на один интересный комментарий, который мне только что поступил под видео, где я делала упорку на полочке у моей сестры дома. И комментарий меня очень тронул, зацепил. И хочу сказать, в первую очередь, мне понравилось то, что человек, который оставил этот комментарий, он достаточно корректно все написал. То есть меня подкупило то, что несколько раз человек изменился, видимо, боялся, что затенет мои чувства или как-то я не так растрактую этот комментарий. Потому что действительно в Ютубе, когда человек пишет комментарий, невозможно, так как невозможно передать именно антонацию. Получается, иногда ты читаешь и не совсем понимаешь, что человек хотел сказать. И то ли он на тебя наехал, раскритиковал, то ли он просто пошутил. То есть, я думаю, вы меня понимаете. Ну и здесь, мне правда, мне приятно, когда адекватные люди пишут адекватно свои комментарии, даже если в чем-то со мной не согласны. И, кстати, на моем канале я, вы знаете, не удаляю комментарии, если только что-то из ряда вон, там, оскорбляющее чувства мои или что-то за грани добра и зла. В общем, если у вас есть мнение насчет моих видео, вы можете их спокойно высказать в комментарии. Ну, я, как вы понимаете, тоже не обязана отвечать, если даже вы с моим мнением не согласны. Я не собираюсь ни с кем спорить, доказывать, что я права. Нет. Каждый человек имеет право на мнение, поэтому у каждого свое мнение. Вот. И, значит, давайте перейдем к комментарию. Он очень большой, но очень интересный. Но очень интересный, и хочется ответить на него. Я сразу у вас прошу прощения, но вы очень много времени в видео и, наверное, в жизни тратите на критику. В шкафах непорядок, тусклый свет и тому подобное. У меня такая же, идеальная, в кавычках, сестра. Тоже все время меня носом тычет во все, что ей не нравится. Хотя меня все устраивает. Я тоже фанат уборки, расхламления и порядка. Попробуйте поговорить с сестрой с позицией помощи. А не вы все тут в грязи, а я в белом пальто стою красивая. Расскажите, что на полках можно удобно расположить вещи, которыми она часто пользуется. Что даже ночью в темноте или с завязанными глазами можно найти любую вещь за 30 секунд. И, пожалуйста, не разбирайте вещи без ведома хозяйки. Это очень бесит. Моя сестра так сделала, но меня это просто в ярость привело. Я еще раз прошу прощения у вас, но я уже такой период прошла со скандалами, и это было очень печально. Видно, что человек знает, о чем говорит. И, кстати, я согласна с большей частью этого комментария. Действительно бесит, когда кто-то наводит порядок у тебя в вещах. Даже если у тебя действительно там завалы. Вот я просто там уже по себе тоже знаю, что это мои завалы. Мне так комфортно. И даже если кто-то это делает во благо, все равно я все вижу по-другому. И кому-то что-то может показаться хламом, ненужным. А мне это, возможно, самая дорогая вещь. Поэтому, да, когда размусориваешь, если кому-то пытаешься помочь, что-то выбрасываешь, это чревато тем, что вы просто человеку нанесете вред и выбросите в самую нужную, дорогую сердцу вещь. Это раз. Я абсолютно согласна, что нельзя это делать без ведомой хозяйки. А почему я тогда сделала это, если я все это прекрасно понимаю? Ну, первое дело в том, здесь надо учитывать сами отношения нашей сестрой, да, это раз. Второе, нужно учитывать, какая я. И вот здесь, ну, в первой части комментария, да, вот человек предположил, какая я, да. То есть я такая вся чистюля, стою в белом пальто и только вот так вот всем пальцем указываю, что у кого не так, да. Так вот, дорогие мои, все совершенно не так. Так, я совершенно не перфекционист. У меня нет идеального порядка в доме. Я даже в своих видео не раз, если посмотрите, вы увидите, что когда я провожу расслабление или уборку, то с чего я начинаю, это вообще, ну, наверное, недопустимо в понятии перфекциониста, тех людей, которые прям очень-очень любят порядок, да. То есть я тоже могу запустить и полки в шкафу, полки на кухне, я всё это могу запустить. Я себе это позволяю, я себя за это абсолютно не ругаю. И с тем большим удовольствием я потом всё это привожу в порядок, расслабляю. И я отнюдь не считаю, что у всех должно быть чисто на полках. Наоборот, иногда больше индивидуальности в этом беспорядке. Это раз. Мне какая-то строчка ещё заинтересовала, что я очень много времени видел и, наверное, в жизни, как предположила моя зрительница, трачу на критику, да, что шкафах непорядок, тусклый свет. Вы знаете, я задумалась, вот честно. И мне кажется, что это не так. Так, я могла бы критиковать, но я прекрасно понимаю, что так же и другие люди могут меня критиковать. Я знаю, как это неприятно, и я никого не критикую. Вот правда. Вот думаю, своего мужа критикую или нет. Мне кажется, нет. Но это надо у него спросить. В общем, смысл в том, что я не критик, я себя такой не считаю. Может со стороны так показаться. Но в жизни я не критик. Мне это не доставляет радости. Я не пытаюсь возвыситься за счёт других. Я наоборот, знаете, если в чём-то преуспела, я как-то скромненько молчу. Да. И даже про свет, про жёлтый, то, что я сказала, я прекрасно знаю, что многие любят этот жёлтый свет. Но если я его не люблю, почему я не имею права сказать, что мне нравятся белые, больничные, которые многие тоже терпеть не могут, и у меня в фрунтуре даже его забраковали. Почему я не могу это сказать? Тем более я видел. И тем более я, знаете, я не говорю своим близким всё то, что я говорю здесь в видео, которые они не всегда смотрят. Их чувства я чужу. А зрителям почему бы не сказать? Так что вот насчёт критики я не соглашусь. Насчёт того, что нельзя упираться без ведома хозяйки, я согласна. Согласна. Так почему же я это сделала, если я с этим согласна? Всё дело в том, что у нас с сестрой очень хорошие отношения. Такие, знаете, отношения двух подруг. Мы доброжелательно друг к другу относимся, и поэтому я ни в коем случае не сделала бы того, что могло бы её как-то задеть. К примеру, я ей когда предложила, давай я наведу порядок в игрушках, ничего не буду выбрасывать, просто там куплю корзинки, как-то всё оставлю. Она сказала, нет, не надо. Я это учла, я это делать не стала. Но что касается тетрадок, так как я ничего оттуда абсолютно не выбрасывала, и так как я видела, что каждый раз, когда она открывает этот шкафчик, всё оттуда падает, я просто решила попробовать это сделать. Я, кстати, смотрю, поняла, что смотрю на вспышку телефона, а не в камеру. Извините, куда-то у меня взгляд был, видимо, направлен. Так вот, я решила рискнуть, да. Я решила рискнуть, потому что я поняла, что даже если ей это не понравится, я просто всё верну назад, как было. Ну вот честно, я же ничего не выбрасывала, да. Возможно, конечно, когда кто-то убирается у нас на полочках, да, нам как бы кажется, что человек тыщет носом, что ты плохая хозяйка, я лучше тебя, я лучше знаю, как надо. Да, так может показаться. Но в то же время со стороны тоже можно понять человека, который просто вам пытается просто помочь, просто облегчить. Просто если ваш близкий человек, он видит, что вы постоянно на работе, что у вас с детьми много дел, уроков, что там на вас хозяйство, готовка. Если к вам просто приехал в гости человек, который плюёт в потолок, да, ковыряет в концу неделю, и он вдруг убрал всё у вас на полочке, то мне кажется, ну это не так критично. То есть как бы я со своей колокольни сижу, я ушла все за и против, если бы я просто к ней зашла в гости, да, так между прочим. Возможно, я бы и не стала этого делать. Но, ребят, я реально здесь нахожусь сейчас на отдыхе, в гостях, и я не могу уже сидеть без дела. Ну, правда. Мы все воспринимаем ситуации, да, со своего опыта. Вот если у моей зрительницы была такая неприятная ситуация с сестрой, конечно, зрительница моя с этой позиции смотрит на ситуацию, которая такая же аналогичная, как была у них, да. Но я сужусь в своего опыта. В данной конкретной ситуации мой поступок никак не навредил нашим отношениям с сестрой. Наоборот, когда я сказала, что, ты знаешь, вот это видео, где я бралась на полочке, оно у меня за день набрало тысячу просмотров, оно прям заинтересовалось и пошла его тоже посмотрела. Так что, друзья, пишите, что вы думаете на эту тему. Права я была, не права я была. Делали ли вы так в жизни? Или, может быть, у вас был человек, который бы приходил вот так вот, наводил порядок, шарился по шкафам, да. Я, кстати, что хочу сказать. Это вот такая, на мой взгляд, ситуация, знаете, когда, я просто вспоминаю, когда ребёнок у меня был совсем маленький, и я, допустим, была очень рада любой помощи, когда приходила, к примеру, ко мне мама помогала в уборке или сидела с мелким, пока я там что-то убиралась. У меня ещё свежо вот это воспоминание, и поэтому я думаю, что если, ну, как бы помогать тем, кто действительность, ну, у кого есть дети, куча, кому не до уборки просто, какие-то такие мелочи, коррективы вносить, то это всё в облако будет. Ну, опять-таки, напишите, что вы думаете. Может, я и не права. А ещё напишите, нравится ли вам вообще вот эта тема с уборкой без ведома хозяев, потому что я ещё тут у бабушки навела порядок в ёмкости для хранения, хранения круп, и, наверное, вы это видео уже видели, я просто его вот только-только сейчас монтирую. Что касается уборки у бабушки на кухне, то с ней это всё было абсолютно согласовано. Я прям подошла, сказала, «Хочешь, мы всё это разложим? Хочешь, я куплю ёмкость, и мы всё это рассыпем?» И знаете, что она сказала? «Да, хочу!» Я сама думала, я сама не думаю, что у меня всё кульвёк в кульке, и поэтому здесь, я думаю, она осталась абсолютно довольна. Сегодня у нас очень дождливая погода. Я первый день в Краснодаре, и сидим мы дома, потому что не можем ни с кем даже из детвора погулять, так как очень сильный дождь. Ну, а я сейчас буду готовить обед, и давайте покажу, что у меня. В общем, так как у меня наконец-то появилась духовка, я готовлю, наверное, такое стандартное блюдо, картошка с мясом. Ну, это у меня более ппшная картошка, я не буду добавлять сюда ни майонеза, ни сметаны, ничего. Просто картошка, морковь, лук, курица. Всё это в олимповом масле. Немного присолила. Сейчас всё поставлю в духовку на 180 градусов, а потом ещё присыплю сыром. Ну, и покажу вам результат, что у меня получится. Иду! С духовкой хорошо. Вот, что у меня получилось. Поверьте на слово, это очень и очень вкусно, и не так вредно, как если бы я запекала всё это дело с майонезом, как мы привыкли. Я знаю, что с майонезом тоже очень вкусно, но вот именно так, с сыром и с маслом, ничуть не хуже. Прямо просто ням! И корочка всё равно хрустящая получает. В общем, вышли мы погулять на площадку, тренируем футболиста. Хотела, знаете, что, друзья, сказать? У меня здесь поменялись планы. В общем, я сначала планировала на один срок приехать, потом поменяла планы, укоротила срок, потом приехала, решила его продлить, и, в общем, сейчас я опять его решила укоротить. Так что сейчас, честно говоря, очень много всего надо сделать, много с кем повидаться, много что доработать. Я просто не успеваю. Понимаю, что, к сожалению, не могу в этот график никак встроить встречу с подписчиками. Хотя очень-очень хотелось бы мне с вами увидеться. Очень мне нужна вот эта энергетика, которую, я знаю, можно получить именно при встрече с подписчиками. И вот я прям не знаю, что делать, потому что, ну, я понимаю, что, во-первых, это нужно заранее оповещать людей. Вот, не каждый может сразу вставать, да, на следующий день, раз и прийти. Вот, поэтому я, наверное, пока не буду проводить, и оставлю это дело уже до осени, когда мы вернёмся. Так что извините, если вдруг не оправдала чьи-то ожидания. Ну, почему же, собственно, я решила ехать всё-таки раньше, чем позже домой. Да знаете, как там, я уже получила то, что хотела от этой поездки. То есть, в принципе, я уже увидела всех, кого хотела. Ну, почти всех. Ещё немножко осталась встреча на этой неделе. Проекты, которые я задумала тоже совершаться. То есть у меня останется ещё некоторое время, чтобы опять-таки провести его с родными и близкими. И пора ехать ещё к одному родному, близкому человеку. Так вы понимаете, к мужу. Ребёнок скучает за папой. И, конечно, ребёнку нужен папа. Хотела попасть к стоматологу, но занято. Я записалась сейчас на Мазбеку в парикмахерском. Хочу сделать немножко апгрейд, так скажем. Но не сигнал. Самое вкусненькое оставлю себе дома. Ложка, когда вернусь в Италию. А сейчас просто... Итак, я подстриглась, друзья. Постриглась, подстриглась. В общем, просто кончики. Тоже мне события. Самое интересное ждёт потом нас, когда я приеду в Болонию. Всё-таки решусь себе сделать лесенку. Я этот процесс обязательно засниму. Потому что знаю, что кое-кто ждёт. Вот. Так что... И чёлку не стала трогать, потому что я сама с ней хочу поработать. Так что... Но, тем не менее, обновила кончики. Состриглась учёные. Мне легко и хорошо. Смотрите, какие пейзажи. Но хочу сказать, что это ещё нормально. Здесь было раньше намного хуже. Год назад здесь было хуже. Сейчас чуть-чуть получше. Появился тротуар, вижу. Вообще, мне нравится. Иду здесь, наблюдаю изменения. Изменения где-то есть небольшие. Где-то что-то кардинально поменялось. Вот. Но всё-таки есть. Друзья, я тут получила свой маленький заказик из Фаберлика. Очень скучала, честно говоря, в этой продукции. И увидела, что много новинок интересных появилось. Кое-что себе взяла. Завтра мы всё это будем тестить. Будем краситься. Здесь тушь, блеск новый. Два пробника помады. И мне даже тут пробник духов положили. Вот эту штуку ждала больше всего. Это набор для оформления бровей. Там маленький пинцет, специальная кисточка. И сами тени. Завтра будем вместе всё пробовать. Сегодня уже ночь. Конжаковый спонж. Надеюсь, я правильно ставлю удаление. Тоже для удаления косметики. Гели два взяла для умывания. Один маме. Да. Второй мне. Тоже. Ну, люблю я больше всего умываться гелями. Такие ещё не пробовала. Тоже сейчас протестирую. Завтра расскажу. Шампунь для душа два в одном, сынишки. И вот такой новый каталог. Сейчас искупаюсь и налью себе кружечку чая. Буду листать, листать. И, может быть, ещё какой-нибудь заказик даже наберу с этого каталога. Ну, посмотрим. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Всем спокойной или интересной ночи. И удачного дня. Целую. Ваша Саша.